Всем привет дорогие друзья! Сегодня я с Натальей из компании Ataberg, она специалист по аренде и продаже недвижимости. У многих из вас возникают вопросы, как снять квартиру на летний период, как снять квартиру на долгий период в Турции, где ее снять, и самое главное, сколько она стоит, как правильно выбрать. И самый главный вопрос, это правовой вопрос, что с регистрацией. В общем, Наталья нам расскажет все, как первоисточник, самую подробную информацию, ну и сначала покажет нам комплекс, в котором мы сейчас находимся. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами находимся в районе Русмур. Этот комплекс, потому что он пользуется большой популярностью у отдыхающих не только в летний период, но и в последнее время люди начали выбирать для отдыха такие комплексы, в которых есть полностью вся инфраструктура. Обязательно должен быть бассейн, обязательно должны быть какие-то игровые площадки. И сейчас мы с вами посмотрим, что же есть у нас в комплексе. Сейчас вы видите лобби самого комплекса, и мы проходим в такой зал, в которых находятся несколько игровых столов, как, например, в бильярд или в настольный такой хоккей. Есть зона отдыха, и видите, что здесь очень-очень солнечно, дома были построены таким образом, что солнце попадает внутрь двора, можно так сказать, или в зону бассейна все 9 часов в день. Есть водные горки, поэтому сюда любят приезжать отдыхающие. Вот, и мы с вами проходим в зону, где находится фитнес-зал. Это тоже немаловажная, скажем так, опция, которую спрашивают наши. Здесь зимой открыт, закрытый бассейн. Хамам, спа зона и сауна с парной. Если бы вы могли почувствовать через камеру, как оттуда пахнул жар, вы бы его почувствовали. Но, на самом деле, здесь вот турецкая баня работает, включена все 24 часа в сутки, поэтому люди никогда не испытывают проблем с этим. На территории имеется, также для активного спорта, баскетбольная площадка, теннисная площадка. Здесь очень красивая, ухоженная зеленая территория. Сделаны такие переходы, водопадики с фонтанчиками. Ну, как видите, здесь приготовлен стол такой с камином, где вы можете пожарить шашлычок, курочку, рыбку и так далее. Мы сейчас снова вернулись к бассейну, немножко побольше поговорим о нем. Если вы обратили уже внимание, то есть зона для взрослых, есть зона для детей. В последнее время бассейны стали строиться вот с такой зоной, когда шезлон погружается частично в воду. И тогда загорающему очень приятно, то есть он сохраняется в прохлада его тела, но при этом он загорает в очень комфортных условиях. Ну что ж, мы сейчас с вами вошли в квартиру на нашу аренду. Обычно ее оборудуют каким образом? Чтобы обязательно были спальные места не только в спальной комнате, но и раскладывающийся диванчик, где здесь может быть дополнительным спальным местом. Ну и естественно, если мы посмотрим с вами, есть абсолютно вся техника необходимая для комфортного жилья. Духовой шкаф, микроволновка, посудомоечный шкаф, ну и естественно плита с вытяжкой и так далее. Если мы заглянем сейчас с вами в ящики столов, то вы сможете увидеть точно так же, что есть все необходимое. То есть ложечки, вилочки, тарелочки, кружечки, шумовки, всевозможные. То есть, ну все, что, как вы приезжаете, есть все донзер, диванчик, кресло. Ну и выходим на балкон. На балконе обычно практически у всех квартир имеются вот такие вот столы, потому что практически 12 месяцев в году аланинцы кушают, завтракают, обедают и ужинают всегда на балконе. Очень много времени заходит. Видите, что балкон достаточно широкий, это почти как еще одна дополнительная комната. Сразу же из балкона попадаем с вами в спальную комнату, где находится двуспальная кровать, шкаф и две прикроватные комнаты. В коридоре обычно идет гардеробный шкаф. В ванной точно так же можете посмотреть, все налажено, все работает, все есть. Кирильная машина, фе. Ну естественно, что какие-то вот вещи для гигиены, для уборки, оборудования, помещения, пока вы живете здесь. В принципе это да, это премиокласс, любой комплекс премиокласса. Район Тосмур, еще раз повторимся. То, значит, месячная аренда в этом комплексе стоимость составляет 1000 евро. Это 1 плюс 1 планировка. Если 2 плюс 1, то гораздо выше. Ну, гораздо, да, говорим, где-то 1500, 1200, 1300. Стоимость варьируется от месяцев, в которые вы заезжаете. Естественно, что высокий сезон, это такие месяцы, как июнь, июль, август. Вот. Сентябрь тоже сюда можно включить. Тоже сентябрь? Да, конечно. Значит, в месяцы тихого сезона. То есть это начинается с октября по май месяц. Цены снижены. И плюс еще можно, как бы, говорить о градации цены, когда мы говорим об аренде на год. Значит, 1000 евро, как я уже сказала, здесь месячная аренда. Примерно где-то идет от 700-800 евро стоимость в тихий сезон. Да, ну а годовая уже, конечно, по договоренности с собственником цены бывают разные. Кто приезжает на неделю и кто приезжает на месяц. То есть в основном на месяц приезжают семьи с детьми, чтобы их немножечко подлечить под нашим солнышком теплым, в нашем море соленом, скажем так. А те, кто приезжает непосредственно на неделю, у них просто отдохнуть. Да, поэтому им нужна какая-то развлекаловка, еще какие-то там, допустим, дискотеки, экскурсии и так далее. Здесь же человек познает нашу страну, как-то, может быть, кухня, исторические какие-то места. Очень медленно, постепенно, наслаждаясь пребыванием в нашей стране. Ну и при этом еще с таким профилактическим эффектом. Как в санаторий. Да-да-да. Приезжает как в санаторий. Потому что море облечит абсолютно. Ну, то есть 21 день никто не отменял, любой врач вам скажет, что адаптационный период пока проходит и все эти вещи. То есть на 21 день, когда менее чем на 21 приезжаешь день, то организм не успевает адаптироваться, принять все эти солнечные ванны в достаточном количестве. Ну, то есть, вот как бы я говорю, что цель приезжающих на аренду, это все-таки и подлечиться, и как-то подольше узнать побольше страну. Ну, естественно, кто приезжает уже на постоянное место жительства, которое там годовая, допустим, аренда, да, здесь уже люди совсем меняют свою жизнь. Наташа, вот многие тоже задают вопрос, как происходит процедура аренды. Вот расскажи, пожалуйста, с самого начала. Все начинается с того, что человек контактирует с вами по интернету, да? Все начинается с его желания отдохнуть. С желания отдохнуть. И отдохнуть хорошо. Да, и отдохнуть хорошо. В интернете находит нас и начинает уже, скажем так, смотреть, какие варианты. У вас есть варианты все в интернете? Конечно, обязательно. На нашем сайте atabergestate.com абсолютно все варианты, они имеются. А дальше уже ему необходимо связаться с нами, потому что каждый раз мы уточняем, какие квартиры уже сданы, не сданы. То есть, да, смотрим, спрашиваем даты у клиента, на какие он хочет отдохнуть. Ну, и согласно датам, согласно запросу, какая семья, могут приезжать вообще разные семьи. Обычно квартира 1 плюс 1, это 4 спальных места, то есть спальня 2, и в зал, допустим, раскладывающийся диван 2. Ну, и плюс, если ребенок маленький, то мы ему даем отдельную кроватку, он может спать отдельно, что удобно и родителям, и самому ребенку. И, конечно же, вы стараетесь подобрать район для аренды по желанию арендатора? Конечно, мы стараемся, если есть такой запрос, что я хочу только в Махмутларе, или же я хочу только в Авсалларе, либо поближе к центру города, да, люди спрашивают, то стараемся подобрать варианты по их запросу. То есть, вы максимально подробно пытаетесь уточнить, какого плана отдых люди хотят, и, соответственно, с этим подбираете квартиру. Конечно, конечно. Далее. Выбор завершен. Выбор завершен, мы выбрали вариант. Тогда мы просим, чтобы нам прислали оплату депозита. Обычно это от 100 до 150-200 евро. Для чего мы это делаем? Во-первых, что мы гарантируем, что человеку эта квартира зарезервирована, а для нас это гарантия, что человек приедет в этот срок. Потому что случаи бывают, на самом деле, очень-очень разные. Например, если люди отказались, но у них что-то случилось. Невозвратный. Депозит невозвратный. Это мы должны сказать, чтобы люди уже знали, когда они приезжают на аренду. Но это вполне логично, потому что вы проделали такую полосальную работу. Мы, скажем так, не сдаем в этот период в аренду, зная, что у нас человек приедет. И поэтому это одно из условий, что депозит невозвратный. Заплатили депозит, все хорошо. Люди купили билеты. Люди купили билеты. Встречаете ли вы их в аэропорту трансфер? Мы можем организовать трансфер из аэропорта. Люди нам присылают свои данные по рейсу и по времени прилета. Мы заказываем трансфер. Это может быть индивидуальный, либо групповой трансфер. В квартиру, в которой мы только что снимали для вас видео, продолжение будет чуть позже, приехали арендаторы, семья с двумя маленькими детишками. Наташа сейчас их размещает. Наши отдыхающие, они заселились в квартиру, немножечко осмотрелись. Я вас приглашаю проехать к нам в офис, где мы поговорим о процедуре оформления аренды. Пожалуйста, пожаловать в наш офис от Аберк Эстейт. Компания Аберк Эстейт. Здесь у нас комната нашего руководителя, нашего директора. А здесь наши рабочие комнаты. Работает моя коллега Лиля. Мы с Ильей. Наш Патик Бей. А там у нас кухня, где нас кормят вкусными обедами. Наташа, скажи, пожалуйста, самое главное, что хотят все знать, и что беспокоит всех, кто снимает квартиру в аренду на летний период. Ну и вообще не на летний период, а на долгий срок или на время отпуска. Как проходит процедура регистрации в полиции, что для этого нужно, и самое главное, предоставляет ли эту услугу ваша компания, и какие компании предоставляют эту услугу, то есть на что нужно обратить внимание. На что нужно обратить внимание. Во-первых, на самом деле, что регистрация должна проходить каждого приезжающего сюда. Например, когда люди приезжают в отель, их точно так же регистрируют, их просто не ставят в известность. Автоматически. Автоматически, да. Когда же приезжают отдыхающие на аренду, должна проходить такая же процедура, согласно законодательству Турции, и эту услугу, скажем так, условно, могут предоставлять только лицензированные агентства. У нас в нашей компании, компания Таверка Эстейт, есть такая лицензия, мы имеем право на это. Для самого отдыхающего процедура очень простая, то есть он предоставляет только лишь нам паспортные данные, и мы уже вносим эти паспортные данные в систему. Это все делается электронно, поэтому никуда не надо ходить, никаких росписей ставить, не нужно приходить в полицию и говорить, что это я, что это мой паспорт. Потому что сама, знаешь, сейчас очень много слухов о том, как это все делается. На самом деле, видите, как просто все... На самом деле, это все очень просто. То есть, как бы, нам и так отдыхающие для контракта, для заключения контракта, предоставляют свои паспортные данные, вот. Поэтому он отдыхает, а мы в это время его регистрируем, точно так же, практически не выходя из офиса, то есть, это все делается в электронном виде, дается доступ к компании, ну, как бы, технические такие моменты. Приехал у нас человек, мы с ним заключили контракт. Контракт заключается по приезду или уже по... Ну, конечно, чтобы поставить роспись, что называется, в принципе, для нас и электронная роспись, но это не имеет смысла, скажем так, заключать контракт заранее, прежде чем началось, скажем так, само время отдыха человека. Вот, поэтому... Подожди, а когда человек вносит депозит, он же должен быть как-то уверен в том, что эта квартира не пересдастся кому-то еще? Мы высылаем ему, определенно есть форма, она высылается в электронном виде, подтверждающая, что... То есть, не контракт, а вот эту вот форму. Да, 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 да. Ага, мы говорим о том, что там говорится о том, что мы подтверждаем о приходе его суммы, значит, и отправляем ему, что вот такая-то, такая-то квартира зарезервирована. Далее, то есть, как мы сказали уже, мы заключаем контракт, мы его регистрируем, и дальше человек отдыхает, может обращаться к нам с любыми вопросами, которые у него возникают во время отдыха. Но обычно, скажем так, у людей какие вопросы возникают? Где покушать? Где рынок? Где рынок? Где сделать помогки? Как доехать куда-то? Как куда-то доехать? То есть, это обычно какая инфраструктура, как ею пользоваться в самом комплексе, я имею в виду. Наташа, покажи, пожалуйста, карту. Да. Для, друзья, компания Таберк настолько заботится о своих покупателях и арендодателях, что специально для вас они изготовили вот такую вот карту Алании, где обозначено как раз то, что мы говорили. Все рынки, важные телефоны, достопримечательности. Наташа, скажи, пожалуйста, когда люди приезжают, в первый же день вы заключаете контракт, и они вносят полную сумму аренды за месяц. Что входит в эту сумму, что в эту сумму не входит? То, что вы сказали, Настя, на самом деле он оплачивает аренду, то есть в эту оговоренную сумму... В нее входит Айдат. В нее входит Айдат. То есть человек эти дополнительные... Это сумма за обслуживание комплекса? Да, да. За пользование инфраструктурой, которую мы показывали, там бильярд, бассейн, 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 бассейн. Да, да, который как бы дополнительная услуга. Если вы бросите дополнительную услугу, можно пригласить специалиста со стороны, вот это уже оплачивается дополнительно. Оплачивается дополнительно электричество и вода. Плюс еще выездная уборка. А, выездная уборка, когда человек выезжает? Да, конечно. Полностью генеральная уборка? Уборка, конечно, генеральная уборка квартиры, чтобы следующей отдыхающему было приятно и чисто отдыхать. Сколько стоит уборка? По-разному. Это зависит и от комплекса, и... Потому что от размера квартиры, допустим, это может быть с одной спальней, с двумя спальнями. Ну, скажем так, ориентировочно от 100 лир начинается. От 100 лир. Вот. Мы переводим это обычно в евро. Ну, скажем так, 20 евро от этой суммы. Сколько в среднем... Вот, например, квартиру, которую мы смотрели, на ее примере, сколько выходит в месяц электричества и вода? Смотри, вот здесь такая вещь. Это, опять-таки, очень сугубо индивидуально. Ну, вот средняя. Мы называем средней цифрой. Я почему немножечко как бы делаю на этом акцент, потому что на самом деле все очень как бы... Мы называем одни цифры. Люди говорят, ой, а почему у нас в конце как бы совсем абсолютно другие цифры? Как говорят англичане, up to you, да? Это все зависит от... Сколько на жжете используете, сколько и заплатите. Смотрите, какая система. Когда человек въезжает, мы делаем фотографии самих счетчиков, показываем, можем, если хочет человек, мы можем прям до счетчиков провести и показать, сделать фотографию счетчика вместе с ним. Мы вносим эти показания в договор. И точно такая же процедура, когда они выезжают. То есть с фотографией полностью, что у нас есть документальная, да? И вносим эти данные в контракт. И в конце, когда он приезжает, вот мы говорили с вами депозит. Депозит до конца пребывания, он невозвратный. Он не входит, он не относится к стоимости оплаты. То есть помимо, вот то, что человек вносит перед приездом, это депозит? Это депозит, да. Из него вычитаются потом коммунальные все услуги. Если человек что-то попортил, да, то из этого депозита вычитается сумма. И все, сдача как бы отдается клиенту. А, то есть вы с клиента просто не берете, а вы читаете из депозита. Из депозита и отдаем ему сдачу. Вот, то есть лишних никаких денег он не платит. Но если они только не накрутили высшую депозит? Ну, обычно это где-то 100-150 евро. Обычно никто эти расходы не превышает. Значит, и вернемся к стоимости электричества. Ориентировочно 25-30 евро может в месяц уходить за электричество. И ориентировочно 10-15 евро может уходить за воду. Вот такие вот расходы дополнительные. 10-15 евро. Ну, в последний день у меня вот недавно совсем уехали арендаторы. Их расходы по электричеству и по воде составили всего лишь 10 евро. 10 евро. Потому что они, наверное, не сидели дома вообще. Ну, в общем-то, вот так вот. Поэтому все зависит от того, с детьми мы вдвоем. Сколько человек приехало. Если это приехал один человек или, допустим, семья из 4-х человек, то расход воды, допустим, выше. Электричество. Если вы с утра до вечера включаете полностью все электрические приборы, кондиционеры. Хотя практически во всех квартирах установлены экономичные электроприборы. Это точно так же выгодно как для самого собственника, так и для прибывающих. Интернет проводится в лобби. И он работает круглосуточно в лобби любого комплекса. Но есть такие комплексы, как, например, мы вчера смотрели Нордик. У них у каждого выделенная линия. Есть в самой квартире. Поэтому человек не испытывает никаких проблем с пользованием интернета. Подключается, ему дается шифра и все. Наташа, ну и под конец. Есть ли какие-то моменты, на которые нужно... Ты столько уже работаешь, у тебя большой опыт, ты видела кучу народу, кучу квартир и так далее. Есть ли какие-то моменты, на которые нужно обратить арендаторам, когда они, например, выбирают квартиру или приезжают сюда? Ну вот какие-то советы, какие ты можешь дать, чтобы отдых был более комфортным, интересным? Когда выбирает человек комплекс и хочет активно отдыхать, то, конечно, лучше выбирать комплекс с инфраструктурой. Если отдыхающий знает, что он будет проводить очень-очень много времени на пляже, если он хочет, у него задача такая попутешествовать, можно выбирать самый-самый экономичный вариант, самый простой. Все квартиры, как говорится, гарантированно чистые. Мне, кто-то говорит, что мне была бы квартирка уютная, чистая кровать и чистый душ, и все, и этого достаточно. То есть такие варианты тоже есть. Далее, вот человек, который приезжает на аренду, у него еще какое есть преимущество? Что каждый год он может приезжать в разный район, изучать, менять. Вот это, кстати, хорошее... Да. Многие, кстати, из вас спрашивают, где купить квартиру в Аланье. Я не скажу вам, Наташа не скажет вам, вы должны приехать, посмотреть, попробовать, хотя бы пару месяцев пожить. Это один из способов сделать правильный выбор. Сделать правильный выбор, потому что вы никогда... Никто вам не скажет. Мне, например, нравится один район, Наташа другой, а вам понравится совершенно другой. Совершенно рада, у каждого свое. Поэтому, где у вас есть квартиры в аренду? Вот я знаю, что начинаю от Карабиджака и заканчивая Афсаларом. То есть на побережье. Абсолютно все наше 70-километровое побережье мы можем предоставить любые варианты. Значит, вот единственный у меня совет будет, озаботьтесь о своем отдыхе заранее. Потому что вот сейчас, допустим, за две недели, за три недели люди звонят и спрашивают, а есть ли у вас варианты. Сейчас, скажем, осталось всего лишь пару квартир на аренду. И что-то подобрать как бы по желанию отдыхающего очень сложно. За сколько бронировать нужно? Вы знаете, у нас начинается уже в январе месяц бронирование. Да, и люди знают в январе и бронируют себе проживание, и бронируют билеты. И они тогда будут дешевле получаются. Вот. Ну, то есть, когда вы в самый прям разгар пик сезона звоните и спрашиваете, это будет уже гораздо сложнее. То есть вы будете выбирать с того, что осталось. Например, всегда тоже говорю в видео, что если вы хотите отдохнуть дешевле, делайте заранее. Начинайте в январе, в феврале, начинайте смотреть отели или бронировать гостиницы. И покупать билеты, потому что билеты намного дешевле. А если люди приезжают на аренду, естественно, они сами покупают билеты. Поэтому, друзья, на следующий год, кто в этом году уже не приезжает, в январе месяце начинаем бронировать квартиры, билеты и продумывать свой отдых заранее. Потому что это всем выгодно вам в первую очередь. Мы всегда на связи. И в следующих видео мы уже будем говорить про покупку квартиры, аренду купленной квартиры, где лучше купить и так далее. Поэтому спасибо большое. Спасибо. В описании к видео все контакты есть. Ну, а на сегодня мы прощаемся со всеми. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Пишите комментарии. Ну, и, конечно же, приезжайте в Аланию, арендуйте квартиру. Узнавайте Турцию, путешествуйте. Потому что Турция настолько бескрайняя. Это просто... Ну, вы сами знаете из всех моих видео. Поэтому на сегодня мы все с вами прощаемся. Всем всего хорошего и добро пожаловать в Аланию. Пока-пока.